Можно преследовать везде корыстные цели свои и быть тем самым идолопоклонным. То есть опасность эта, она постерегает любого верующего человека. Слава Богу, конечно, что в евангельских церквях, протестантских церквях, в российских протестантских церквях, какие я знаю, по крайней мере, учат более-менее здравому учению. В разных церквях, но есть разные нюансы. Но везде артистантские церкви тем отличаются, российские особенно, что везде Божье Слово читается как Божье Слово, молятся только лишь Господу, не молятся святым. То есть в принципе то, что я сейчас говорю выше, оно для вас не является землей неизвестной. Это все известно большинству здесь присутствующих. Но есть и другие опасности. Можно не целовать икону, и однако же быть идолопоклонником, и тоже попасть в ад. Можно не поклоняться мощам праведников, не искать этих костей, черепов, но однако же тоже попасть в ад, будучи идолопоклонником. Друзья мои, поэтому не спешите осуждать братьев, православных, католических христиан. Но давайте подумаем, как можно помочь друг другу, как можно помочь. Потому что пока мы будем друг с другом выяснять отношения, террорист номер один во вселенной дьявол, он будет только рад, а они занимаются разборкой между собой, он будет только рад. Но давайте мы что-то предпримем очень важное. Согласимся с Божьим Словом, что у нас все-таки Божье Слово. И согласимся с тем, что Господь у нас один, Иисус Христос, и нет ни в ком другом спасения. В основных моментах давайте согласимся. И Блажен Августин еще в пятом столетии сказал следующее. В главном единство, во второстепенном свобода, разлия, а во всем любовь. В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Мне так это понравилось. Друзья мои, потому что здесь не просто слова Августина, мне кажется, он понял очень важное в Евангелии. Он понял нечто очень важное в благовестии Христа. Очень важное. И, друзья мои, идолопоклонство и многобожие, как они пришли в церковь? Как они появились вообще в церкви, в христианстве? Сегодня ведь идолопоклонство так же процветает. И, кстати, оно еще более распространено даже, чем многобожие. Еще более распространено. Потому что даже в церквях протестантских, российских церквях, я встречал такой момент. Ко мне подходили сестры, некоторые братья, и говорили, допустим, о некоторых вещах, которые явно пахли идолопоклонством. Ношение крестика, оно может быть твоим идолом. Если ты относишься к этому верно, именно думаешь, что он тебе приносит удачу, благословение, защиту какую-то, допустим, то это есть идолопоклон. Это фетишизм, это присуще любой религии мира, но не настоящему христианству, друзья мои. В любой, даже самой первобытной религии есть нечто подобное. Даже где-то у пигмеев в Центральной Африке есть, он там череп обезьян, или соседа своего, или какие-то там зубы, там, крокодила. Но он что-то носит на себе, защищаясь каким-то образом. Но, друзья мои, да, скальпы там и так далее, много-много камней всяких на себе носить. Вот, но, может быть, для него это красиво, даже если у него там из одежды только лишь одни бусы, значит, и все равно он нечто вкладывает в это все, какой-то смысл магический. Вот, но Бог есть Дух, Иисусом было сказано. Бог есть Дух. И он сказал, это не еврейки, друзья мои. Он сказал, это самаритянки. Он сказал, это той женщине, которая неправильно, если можно так по-нашему сейчас выразиться, неправильно веровала. Она не знала истину во всей полноте. Она кое-что лишь знала об истине. Она не понимала Бога, она не знала истину. И ей Иисус открывает такую правду, что, друзья, и сегодня всем отвечает он на вопрос, кто есть Бог. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Друзья, однажды в губернии тогда еще, это было при Екатерине Второй, жил в одном из сел, в Сичем, жил один мужчина, Силуан Колесников. И у него было два сына, Кирилл и Петр, Колесниковы. Они жили, были трудолюбивы, у них было большое хозяйство. Как и многие в их селе, они не пьянствовали, они были работящими крестьянами. И однажды, есть разные рассказы об этом крестьянине. Я читал некоторые рассказы, очень интересные, потрясающие. А однажды этот простой мужчина, простой крестьянин, который кроме своего хозяйства не знал ничего. Однажды у него просто сверхъестественное было, к Божьему Слову. Он продал свою корову и нашел Новый Завет, купил себе Новый Завет. Корова, это большая цена, заплачена была им, да? Большая цена. И он купил Новый Завет. Ему говорили, ты же не можешь читать. Я не знаю, но я думаю, что я могу читать. И на самом деле он открыл это слово и он смог читать. Друзья, и вся его жизнь была изменена. Он читал и он разъяснял своим сыновьям, а сыновья разъясняли другим крестьянам в их селе, в Охочем. Рассказывал из Евангелия, притчи. Он на горную проповедь прочитал им. Он прочитал очень многие вещи. И однажды дошел до места этого от Иоанна 4,24. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И вы знаете, этот мужчина, Силуан Колесников, он получил откровение от Бога, что Бог есть Дух. И Он принял решение в своей жизни, что я не буду больше никогда поклоняться никаким изображениям, не буду молиться никаким святым. У меня есть Иисус, и Он достаточен для меня. У меня есть Бог, который есть Дух, и Он есть все для меня. В тот же день, на глазах просто удивленных односельчан, Он сжег все свои иконы. Древние иконы в Его доме были. Он вынес все и сжег. Прямо на глазах у чан. Они были удивлены. Но они очень сильно уважали Его. И они ничего не сделали с Ним. И потом, последние годы своей жизни, и он, и его сыновья Кирилл, особенно Кирилл, они стали именно проповедовать Божье Слово. Простые мужики, которые не учились нигде в школах. Которые освоили грамоту вот таким сверхъестественным образом по Библии, по Слову Божьему, по Новому Завету. И в России зародилось движение такое. Их стали называть Духоборы. Духоборы. Малакани, потом еще другое название, второе течение от них отпочковалось. Малаканство. Духоборы и Малакани. При царском правительстве их очень сильно преследовали. Тысячи этих мужчин, особенно и женщин, и даже детей были репрессированы. Многие были казнены. Это была страшная кровавая история. Но однажды их сослали в степь, недалеко от Бердычева, место, куда позволили поселиться. Малаканом, друзья мои, степь, куда никто не хотел ехать, она превратилась в цветущий сад. Бог благоставил этих простых работящих людей. И когда приехали от царя представители, они увидели рай. Они удивлялись. Они увидели трезвых крестьян. Не было полиции на гагянской территории. Но думали бы мы приедем, сейчас последние лачуги найдем их и последних из магикан, которые не разбежались еще из степи. А им говорили, что если вы уйдете с этой степи, то вы должны стать православными и вернуться в обычный ритм жизни. Все. Но если вы останетесь, вы должны умереть там, в этой своей местности, в степи. Но когда чиновники царские приехали, они рты раздянули просто. Они увидели цветущий сад. Буквально цветущий сад. И все руководство всей этой большой территории, степью этой, оно осуществлялось советом самых старших, стариков этих, значит, старейшин. И они говорили чиновникам, да, у нас теперь своя страна, мы называем ее Духоборие. Потому что мы духом побораем, то есть мы побеждаем духовно. Вот. И, конечно, они были в шоке, чиновники Духобора, они отказывались носить оружие, проливать кровь. И они были вегетарианцем в основном, значит, и вообще, значит, и вообще, понимаете, они бы очень сильно удивлялись, что здесь сотворили вообще. Приехали царские палачи, приехали полиции, жандармы. Цветущий сад проросили снова просто в страшное, в общем-то, место. Многие запорули до смерти шампалами, значит, особенно стариков, значит, этих правителей Духобори. Сослали их пешком, гнали их за Кавказье. Пешком гнали их за Кавказье. Друзья мои, это было страшно. Не давали даже времени на похороны, потому что их торопливо гнали, и многие умирали по пути, и их хоронили прямо вдоль дороги. Это был страшный момент. И оставили на территории этой, на молочной реке под Бердычевым только лишь тех, кто согласился принять православие и остаться. И снова поцеловать икону, крест в присутствии священника и полицейского. Значит, их оставили там, а остальных погнали за Кавказье. Друзья мои, история Духоборчества, это потрясающая история вообще. И, друзья мои, я могу назвать много других примеров из жизни. Я немного, может, отвлекся, но это прекраснейшая история. Я не могу об этом сейчас не рассказать. В 1833 году именно Духоборы приняли просто потрясающее обновление, значит, крещение Духом Святым. И вообще, однажды, не помню, к сожалению, того крестьянина, простой крестьянин, он вместе с товарищами, они молились за Кавказ, за вот это место, в котором их бросили. Думали чиновники так, но теперь уже они не выживут точно. Кавказцы очень горячие, они, значит, не потерпят, значит, никаких там этих пацифистов, духоборцев и так далее. Но вы знаете, что, а кавказцы, очень чеченцы, там, значит, там, азербайджанцы, там, разные очень народы, они посмотрели на Духоборов, они увидели людей порядочных, трезвых, значит, честных. Они увидели, что их царские чиновники преследуют жестоко, и они, как бы на зло царю, не стали трогать, обижать их, значит, пожалуйста, живите. Даже стали их учить засевать, значит, осваивать склоны гор, разбивать виноградники, там, то есть они помогли, наоборот, даже, этим Духоборам. И группа Духобор, молодых ребят, им было лет по 20 всего, они молились, это было уже, прошло уже лет 50 после того переселения насильственного, они молились за этот регион, за Кавказ. И вы знаете, и Господь одному из них просто проговорил в сердце, я не помню его фамилию, к сожалению, того крестьянина, которому Бог в сердце проговорил. И он сказал, что мы должны пойти в Армению. Они слышали об Армении, но где это то, что они не знали? Они спросили местные народы, где Армения, им показали, вот те большие горы, вам нужно пройти через них. Но туда даже наши опытные вот эти вот экскурсоводы, как называть их, поводыри, как бы, да, они не водят туда, это очень опасный склон. А вокруг очень далеко. А братья эти решили идти без всякого снаряжения альпинистского, они перешли эти опасные и пришли в Армению. Друзья мои, и там среди армянского народа началось пробуждение, величайшее пробуждение духовное. Это было, а в конце 19 столетия именно вот из этих пробужденных общин, этих, да, новых общин, евангельских, уже армянских общин, было чудо. Вы, может, слышали историю то спасение армянского общины, большой армянской общины, спасение. Там, в Армении, когда вы слышали о том, что турецкие вот эти янычары истребили большую часть армянского народа тогда, было большое истребление, да, слышали об этом, может быть, читали или от кого-то услышали уже эту информацию. Но есть очень интересная история, как Бог спас очень многие тысячи людей, армян, простых армян верующих, спас от этой страшной расправы. Один мальчик, простой мальчик, вот после проповеди Духоборов там образовались свои вот эти общины, которые молились тоже, значит, они молились, духом молились, значит, они читали Божье Слово. Их, другие армяне, их считали как бы чуть не отступниками, еретиками, сектантами, но они собирались вместе и молились. И вы знаете, одному мальчику армянскому, ему было лет 13 или 14, он был неграмотный, он не учился в школе, он просто помогал отцу там по хозяйству, он, значит, что-то мастерил. И вы знаете, он видел видение, и три дня картина стояла перед его глазами. Он неграмотный, он не знал, что такое география, он не знал, что такое письмо, и он попросил листок, и он стал просто тупо слепо перерисовывать все то, что он видел, перерисовывать на лист. И когда принесли знающим грамотным людям этот лист, они просто были удивлены, оказывается, это было послание на армянском языке.